Всем доброго дня! Изучаем английский язык по учебнику Spotlight 3 класс. Модуль 5. Модуль 5. Units 9 to 10. Части от 9 до 10. Fiery friends. Пушистые друзья. In this module you will. В этом модуле вы learn, узнаете, read, прочитаете, and talk и поговорите about, or the children's trip to Snowdonia. О путешествии детей в Сноудонию. Сноудония – это парк, природный парк, где животные живут как будто бы рядом даже и нет человека. Animals and parts of the body. О животных и частях тела. Practice. Попрактикуйтесь. Describing animals. Описывать животных. Talking about abilities. Говорить об способностях. Animals down under. Животные под нами. Или внизу. Spotlight on Australia. Spotlight в Австралии. Дело в том, что если посмотреть на глобус, то Австралия будет как раз внизу глобуса, а наша страна, она получается сверху. Вот поэтому так и написали. Животные внизу. Cows are funny. Коровы смешные. Listen and repeat. Послушай и повтори. Small nose – маленький нос. Small – маленький. Nose – нос. Big ears – большие уши. Big – большие ears – уши. Small head – маленькая голова. Small – маленькая head – голова. Big eyes – большие глаза. Big – большие eyes – глаза. Thin legs – тонкие ноги. Thin – тонкие legs – ноги. Fat body – жирное тело. Fat – жирное body – тело. Short tail – короткий хвост. Short – короткий tail – хвост. Long tail – длинный хвост. Long – длинный tail – хвост. Задание второе. Look and say. Посмотри и скажи. It's got a big mouth. У неё большой рот. Маус – маус. Не маус, а маус – это рот. Маус. Задание третье. This is poggo. Это poggo. Ну, таких животных нет, конечно. Это выдуманное животное, которое просто так нарисовали. Look and say. Посмотри и скажи. Pogo has got a big head. У poggo большая голова. Вот тут мы с вами встречаемся с has got. Has got – это имеет. Погго имеет большую голову. Или у poggo есть большая голова. Погго has got big eyes. Погго has got big eyes. Артикль э перед словами big eyes я не ставлю, потому что во множественном числе артикль э убирается. А айс – глаза много. А голова, заметьте, одна. Поэтому артикль э стоит. Когда кто-то один, э пишется. Когда много, э убирается. Пого – у poggo большой нос. Пого has got – нос у него один, поэтому напишем э – big nose. Пого has got a big nose. У poggo большие уши. Ужи – множественное число. Артикль э будем убирать. Пого has got big ears. У погго длинный хвост. Long – длинный, tail – хвост. Хвост у него один, поэтому артикль э будем ставить. Пого has got – a long tail. У погго маленькое тело. Маленькое. Маленький – это small, а тело – это body. Тело у него одно, поэтому будем ставить артикль э. Пого has got – a small body. У погго длинные ноги. Ноги – множественное число. Поэтому артикль э будем убирать. Пого has got – a long legs. Long – длинные, legs – ноги. Ну вот, вроде мы погго описали. Задание четвертое. Draw and play. Нарисуй и поиграй. Послушай и прочитай. Come on, children! Вперед, дети! Let's get on the train. Давайте садиться в поезд. Larry, Lulu, look at the cows. Larry, Lulu, посмотрите на коров. They are so big. Они такие большие. And there is a black sheep. И есть черная овца. Look, it's got a fat body and thin legs. Посмотрите, у нее жирное тело и тонкие ноги. О, дорогой! What is the matter? Что случилось? There is a cow on the track. На путях корова. Come here, little cow. Иди сюда, маленькая корова. Look, what I've got. Посмотри, что у меня есть. О, it's got a big mouth. О, посмотри, у нее большой рот. Cows are funny. Коровы смешные. Read again and correct. Прочитай снова и исправь. Sheep's got a thin body and fat legs. У овцы тонкое тело и жирные толстые ноги. Ну, все наоборот. Sheep has got a fat body and thin legs. У овцы толстое тело и тонкие ноги. Fat body. Жирное, толстое. Fat переводится или толстый, или жирный. Тело и тонкие ноги. Thing, кстати, тоже переводится. Тонкий или худой. Вот, посмотрите на таблицу глагола have got, о котором мы уже говорили и будем дальше говорить. Что хочу, во-первых, сказать. Переводить его очень трудно на русский язык. И пишется он достаточно сложно. Вообще-то выглядит он вот так. Have got. Но в учебниках его очень любят сокращать. Ну, чтобы было посложнее и повеселее заниматься. Нельзя же, чтобы было легко. Надо, чтобы было трудно. Итак, I have got. Вообще-то пишется так. Но сокращенно I've got. То есть вот have таким образом сокращают. Ставят запятушку сверху, которая называется апостроф, и две буквы, вот эти вот, V и E. I have got в сокращенном виде выглядит I've got. Переводится я имею или у меня есть. Вот нам здесь это и написали. I've got a dog. У меня есть собака. Дальше. He has got. Сокращенно будет his got. Вы спросите, а почему вот тут вот было have, а тут вот стало has? Вы знаете, и have, и has – это одно и то же слово. Просто оно так меняется. В русском языке слова ведь тоже меняются. Например, я иду, а вчера я шла, а завтра я пойду. Иду, шла, пойду – это ведь все одно и то же слово. Идти. А видите, как сильно поменялось? Так и в английском языке глагол have меняется. Как он меняется? Он меняется очень просто. Когда я и много, пишем have. Когда кто-то один, пишем has. Когда я и много, пишем have. Когда один, пишем has. Вот здесь я, поэтому и написано have. He – он переводится. Он – это один, правильно? Поэтому пишем has. He has got. Сокращенное his got. Вот так has сократили. От слова has осталась, вот видите, одна буква s и сверху запятушка, которую называют апостроф. Переводится he has got. Он имеет или у него есть. She has got. Она имеет. Тут тоже has, потому что она одна. Она – это немного. Она – это единственное число. Поэтому has – she has got, а сокращенно she's got. Она имеет, у неё есть. It has got. Оно имеет, у него есть. It – говорят про животных, например. Поэтому про кошку, про собаку можно сказать it. Про тигра, про льва. А вот тут we have got. We – это мы. Мы – это не один. Мы – это много. Поэтому здесь и написано have. Когда я и много, пишем have. Поэтому здесь и have. Мы – это много. We have got, а сокращенно we've got. Мы имеем или у нас есть. You – это всегда множественное число в английском языке. Даже если переводится ты. Если вы увидели you, это автоматически множественное число. Так как это множественное число, здесь тоже have. You have got, сокращенно you've got. Вы имеете или у вас есть. They have got. They – это они. Это тоже много. They have got. They've got. Они имеют или у них есть. Это были утвердительные предложения. Чтобы сделать отрицательное предложение, надо после have или has поставить not. have – not или has – not. Но, к сожалению, всё это опять будет сокращаться. Будет haven't. Вот видите, I haven't got. Или hasn't. Когда я и много, будет haven't – got. А когда кто-то один, будет hasn't – got. Чтобы сделать вопросительное предложение, have или has надо поставить вперёд. Вот вам это и показали. Have you got a cat? У вас есть кошка? И ответ – yes, I have или no, I haven't. Задание первое. Let's play. Давайте поиграем. Which animal have I got? Какое животное у меня есть? Yes. Угадай. It's got four legs. It's – это сокращенное it has got. То есть оно имеет four legs, четыре ноги, and a long tail – и длинный хвост. It's big and it's brown. А вот здесь вот – is сократили. It is big and it is brown. Конечно, было бы гораздо лучше, если бы в этом учебнике писали не сокращенные формы, а полные. Но вот, к сожалению, пишут сокращенные. Итак, оно, в смысле животное, большое, и оно коричневое. Мальчик спрашивает. Have you got a horse? У вас лошадь? Listen and repeat. Задание второе. Во втором задании мы сталкиваемся опять с темой «множественное число». Обычно в английском языке, чтобы сделать множественное число, надо добавить к существительному окончание «с». Мальчик – бой, мальчики – бойс. Девочка – гёл, девочки – гёлс. Собака – дог, собаки – догс. Кошка – кэт, кошки – кэтс. Но есть слова-исключение, в котором «с» во множественном числе не добавляется, а слово меняется. Мэн – мужчина, мен – мужчины. Видите, буква поменялась. Вуман – женщина, вимин – да, вот написано так, а читать надо. Вимин – женщины. Чайлд – ребёнок, один. Чилдрен – дети. Туф – зуб, тис – зубы. Фут – ступня, нога. Фит – ступни, ноги. Маус – мышь, одна. Майс – мыши. А вот слово «щип овца» вообще не меняется. И «с» не добавляется, и ничего не меняется. Щип овца – щип овцы. То есть определить перед нами одна овца или много можно по артиклю «э», кстати. В единственном числе этот артикль «э» будет стоять, а вот во множественном его не будет. Фиш – рыба и фиш – рыбы. Тоже, видите, не меняется это слово. Задание третье. Complete the sentences. Дополните предложение. Чаклз has got too big. Чаклз имеет две большие. Фут – ступни. Фит. Сюда надо написать фит. Бэйби Алекс has got one small. Малыш Алекс имеет один маленький. Туф. Раз один, значит, туз – зуб. All the – все дети в классе имеют новые книги. Дети – это children. All the children in the class have got new books. Микки Маус и Минни Маус – смешные мыши. Много. Микки Маус and Минни Маус are funny mice. Тут вот, видите, «these» стоит. А мы учили в прошлый раз, что «these» – это множественное число. «Эти» – мужчины. Опять же, «are» стоит. «are» – это всегда во множественном числе используется. То есть, «эти» – мужчины из Великобритании. Мужчины – men. These men are from the UK. Шестое. Смотри, это рыба розовая и зелёная. Ну, рыба так и будет рыба. Look, this fish is pink and green. Эта женщина – ваша мама. «Из» стоит – единственное число. «Зэт» стоит – единственное число. А в единственном числе женщина – woman. «Is that woman your mother?» И восьмое. У вас есть овцы на вашей ферме? Имеете вы овец на вашей ферме? «Any» – несколько, немного. Поэтому понятно, что овец, а не овцу. Но в любом случае «ship» не меняется. «Have you got any sheep on your farm?» «Listen and repeat» – задание четвёртое. «Послушай и повтори». Это буква Y. Она похожа на русскую букву U, но называется она буква Y. И она тоже даёт не один звук, а два. Во-первых, она может давать звук I – A – I. А во-вторых, она может просто давать звук I. Палочка или палочка с точкой. Это I. Задание пятое. «Copy the table and complete it». Скопируй таблицу и заполни её. Там, где в слове буква Y будет давать звук I, будем писать сюда. А там, где в слове буква Y будет давать звук I, будем писать сюда. «Fly» – I слышим сюда. «Buy» – тоже I слышим, тоже сюда. «Sunny» – здесь I, сюда пишу. «Mai» – I, сюда. «Windy» – сюда, здесь I. «Funny» – I, сюда. «I» – глаз. «I» – сюда. «Spy» – шпион. «Spy» – сюда. «I» – «Happy» – сюда, здесь I. «Baby» – тоже сюда, здесь I. Задание шестое. «Help Lulu with her poem». Помоги Lulu с её стихотворением. «Write in your notebooks». Напишите в вашей тетради. «Bill and Ben are funny men». «Bill и Ben – забавные мужчины». Сюда вставляем слово «men». «They've got big teeth» – они имеют или у них есть большие зубы. «And long, thin и длинные тонкие. «Fit» – ноги». Сюда вставляем слово «fit» – ноги. «They've got three mice». «У них есть три мыши». Сюда вставляем «mice». «They are very nice». «Они очень милые». «And two small fish». «И две маленькие рыбы». «In a big blue dish». В большом синем блюде. «И две маленькие creo». «И девочка сыщ translations ихwo»